Всем салам! Живой Томир, у микрофона снова я Рэвиак. И да, помните в прошлом видосе я вам обещал сделать разбор трейлера геймплея, который появился совсем недавно. Надо рассмотреть картинки, найти пасхалки и показать вам нововведения. Ну, получайте видос. С вас, как всегда, лайк, подписка и прожжать колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видосы. А мы приступаем. Ну и, конечно же, хочу поблагодарить Фубгэнста за помощь в создании данного видоса. Ну и сразу, как только мы начинаем смотреть данный геймплей, мы видим новый скин на Бизон. Да, этот старенький домик с пальмами на фоне. Также Фубгэнст заметил довольно-таки интересную деталь. Как вы знаете, при просмотре данного геймплея мы можем заметить вот эти вот цифры. Фубгэнст подумал, что эти цифры, возможно, могут быть координатами, поэтому вбил их в карты. И вот, что ему выдало. Да, возможно, там обитают разработчики, но заметьте, это не точно. И это лишь довольно-таки интересная теория. Возможно, там находится один из тестеров. Но меня смущает лишь довольно-таки маленький пинг. Также была найдена маленькая незначительная деталь. Именно то, что обоима у Бизона выпала. То есть, после перезарядки обоима от Бизона лежала на земле. Что нам намекает на новый уровень графики. Да, также в новых картинках было прописано что-то про качественную графику и оптимизацию. Возможно, ранее обоима выпадала и лежала также на земле. Но я не приглядывался к таким мелочам. Ибо если кто-то из вас замечал такое, то обязательно отпишите в комментариях и поправьте меня. Я обязательно закреплю данный комментарий. Изменился также индикатор состояния оружия. Помните, ранее нам показывали обычные циферки. Да, в игре есть изнашивание скинов и все в этом роде. Теперь рядом с цифрами будет такой небольшой кругляшок, который показывает нам что-то. Я не знаю пока что. Возможно, это сделано для того, чтобы легче было бы различать изнашивание оружия. Именно по цветам. Если же цвет был бы фиолетовым, то и оружие изношено довольно-таки сильно. А если оно там какое-то золотистое, то оружие новенькое. Это лишь моя теория. Внимание! Прерву данный видос такой небольшой срочной информацией. Сейчас на просторах интернета гуляет список поддерживаемых устройств в Альфа-Ейс. И предупреждаю, никакого списка поддерживаемых устройств нету и не было. Если вы увидели у какого-то ютубера видос с данной темой, то возможно этого ютубера обманули. Ну и на следующем скриншоте мы сразу можем заметить, что изменилось. А именно цвет куртки персонажа за террористов. Также поменялось освещение в лучшую сторону. Это сразу было видно. Ну и на следующем скриншоте, где нам показывают карты, режимы и все в этом роде, мы можем заметить, что сразу изменилось. А именно фон при выборе карт. Да, ранее он был другим. Помните, в одних из своих предыдущих видосах я рассказывал о том, что возможно могут добавить бот-матч, то есть тренировку с ботами. Ну так вот, эта инфа подтвердилась, которую нам давали плейтестеры. Ибо в данном геймплее мы можем наблюдать ботов. Если бы это были бы не боты, то навряд ли бы они стреляли по человеку, который записывает данный геймплей. Также была найдена довольно-таки интересная деталь. Если же ранее, за рядом с кнопкой осмотра была другая кнопка, которая меняла основную кнопку на одну из трех функций, то теперь ее переделали на колесико, которое, я уверен, намного удобнее той же самой кнопки. Ну и вот как она выглядела ранее. Согласитесь, колесико намного лучше данной кнопки. Ну и, к сожалению, нам придется прощаться, ибо больше инфы нет. Если же что-то интересное появится, я обязательно запишу об этом видос. А прямо сейчас мне пишут о том, что Альфа-Эйс удалили с топ-тапа. Я обязательно пойду это сейчас проверять. С вами был я, Равик. Всем удачи и всем пока.